Здравствуйте! Сегодня я хотела бы рассказать об особенностях организации профессионального образования в Армановском колледже индустрии костеприимства. Основной задачей дистанционного образования в колледже — это создание цифровой образовательной среды, которая обеспечивает доступность к качественному профессиональному образованию. Какие цели, задачи и в конечном итоге результаты хотим получить мы в итоге дистанционного образования? Это новые технологии и цифровая среда, новые требования экономики к кадрам, то есть к нашим выпускникам. Дальше особенности — это виртуальное общение и тоже как результат вторая сторона дистанционного обучения — это педагог новой формации. Что ожидаем мы от введения дистанционного обучения и цифровизации образовательной среды? Это сокращение сроков обучения, это самостоятельность в обучении, это реализация индивидуальных потребностей, индивидуализация образования. Также информационное цифровое образовательное пространство колледжа позволяет для всех сотрудников, для педагогов, для наших студентов получить свободный доступ к образовательным ресурсам, управлять и организовать, организовывать собственное обучение, мобильно построить свою образовательную траекторию, ну и, естественно, получить индивидуализацию обучения, то есть лично преподаватель-студент. Наш колледж достаточно подготовлен к проведению дистанционного обучения. Следующим образом, в колледже два оптоволоконных канала связи, которые обеспечивают бесперебойный интернет от разных провайдеров, что тоже немаловажно. Также у нас шесть компьютерных классов, два из них это мобильные компьютерные классы. Все классы обеспечены сетью интернет со свободным доступом в интернет. Электронный читальный зал, локальная сеть, которая объединяет более 150 компьютеров. Хотела бы отметить, что в Романовском колледже есть два филиала, один из которых находится в Валужске, второй находится в Судаке. То есть это уже дистанционно позволяет нам общаться не только с педагогами, не только с коллективами, но и со студентами наших филиалов, которые имеют возможность дистанционно получать наши курсы, даже независимо от карантинных мероприятий и от сложившейся на сегодняшний день ситуации. Что немаловажно, в колледже шесть серверов, которые обеспечивают нашу работу дистанционно. Первый наш собственный сервер Романовского колледжа. Второй сервер – это сервер Moodle. Это та платформа, на которой готовятся и наши авторские курсы учебные, которые мы предоставляем нашим студентам и нашим преподавателям. Также, кстати, эти учебные курсы, я буду говорить о них позже. Они в доступе для свободного пользования и для свободного доступа для всех желающих, потому что они не только учебные, как для студентов, но и для взрослых людей, которым есть необходимость повысить свою квалификацию или изменить свою квалификацию или компетентность по тому или иному направлению, по которому занимается наш колледж. Также сервер информационно-библиотечного центра – это наша электронная библиотека, которая тоже достаточно уже имеет большую коллекцию, и мы пользуемся этой коллекцией, этой электронной библиотекой уже достаточно давно. Сервер электронного каталога в локальной сети IRBIS, файлообменный сервер в локальной сети, также отдельный сервер для преподавателей. Преподаватели имеют там свои личные кабинеты, накапливают там свои учебные материалы, которыми сейчас они могут пользоваться для обеспечения дистанционного образования. Также три YouTube-канала, на которых мы проводим и трансляции с различных наших мероприятий, с различных наших лекционных конференций, научно-методических конференций, которые мы проводим тоже и для студентов, и для наших педагогов. Основная база, на которой проходит дистанционное обучение, это, конечно же, сайт колледжа. На сайте колледжа можно увидеть, во-первых, все наши локальные документы, которые регламентируют на сегодняшний день работу в сложившейся эпидемиологической ситуации. Дальше для студентов и для педагогов алгоритм работы во время использования электронных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. На сайте прописан режим занятий, расписание занятий с заменами, если в этом есть необходимость. Если преподаватели имеют замены, это также отмечено на нашем сайте. Прописаны ссылки каждого преподавателя на его учебные курсы по группам, по предметам дисциплинам, по направлениям практик и так далее. Дальше ссылки на внешние ресурсы дистанционного обучения, о которых я еще расскажу. Сервер нашего дистанционного обучения, тоже ссылка находится на сайте. Ссылки на нашу электронную библиотеку, на электронную библиотеку IPR Books и электронные учебно-методические комплексы Академии. Вот так выглядит наш сайт, то, что связано с дистанционным обучением. Все в рабочем виде, всегда в доступе, преподаватели всегда отслеживают свои личные кабинеты, работает все бесперебойно. Как проходит на сегодняшний день дистанционное обучение в колледже? У всех преподавателей, как я уже говорила, созданы сообщества открытые и закрытые. Преподаватель принимает решения для себя самостоятельно. В эти сообщества посредством кураторов ребята зарегистрированы и в соответствии с расписанием, которое находится на сайте колледжа, заходят по расписанию и общаются с преподавателями. Обратная связь происходит посредством телефонной связи, в том числе и смс, и ммс. Ребята могут в соцсетях и в мессенджерах отправлять подготовленные ответы. Преподаватель всегда может проконтролировать, откорректировать, сделать какие-то замечания, похвалить. И дальше, как происходит связь между студентом и преподавателем. То, о чем я уже рассказывала, наша школа с 2012 года на базе Moodle создает свои учебные курсы по компетенциям, по которым мы обучаем студентам в колледже. Это ресторанный сервис, кондитерское дело, поварское дело, гостиничное дело, туризм и хлебопечение. Цель этих учебных курсов – доступность к непрерывному качественному профессиональному образованию для всех групп населения. То есть это тоже не только студенты, как я говорила, это в общем-то доступе для всех – и взрослых, и студентов, и педагогов, тех, которые хотят повысить свою профессиональную компетентность. Например, нами созданы курсы «Организация работы горничной», «Организация бюджетного питания», «Школа отельера» – тоже большой курс, разработан педагогами колледжа, тоже на базе Moodle, расположен на нашем сайте. У нас есть авторские курсы, электронные авторские курсы, автор заведующий Центром информационных и коммуникационных технологий нашего колледжа Сергей Викторович Дудченко. Вот два его авторских курса – создание электронной библиотеки, практический курс для библиотекаря и курсы компьютерной грамотности пользователей ПК. Вот, кстати, по второму курсу пользователь ПК обучены все педагоги нашего колледжа, поэтому на сегодняшний день совершенно несложно было им, даже вот хорошо помог этот курс для того, чтобы обеспечить дистанционное обучение. То есть практически 100% наших педагогов знают и умеют это делать. И у всех есть свидетельство, удостоверение пользователя ПК. Инновационные технологии облачной системы Академия Медиа позволяют организовать полноценное электронное обучение. Этот курс, эти курсы, их несколько, приобретены колледжем еще 5 лет назад, в 2014 году. Мы успешно это дистанционное обучение использовали до сегодняшнего времени. Надеюсь, будем использовать и дальше курсы по всем нашим направлениям и специальностям. Гостиничное дело и туризм, что очень важно для наших студентов, потому что по туризму достаточно немного сейчас учебных курсов, вот в Академии Медиа они и есть. Что еще важно и для чего были приобретены эти курсы? Я говорила о том, что у нас два филиала, достаточно удалены они от головного нашего учебного заведения, поэтому посредством этих электронных облачных систем Академии Медиа ребята могут также проходить полноценное электронное обучение. Еще один наш партнерский, мы уже тоже достаточно давно работаем, это корпорация Диполь. Их учебно-методические комплексы тоже приобретены нами в 2014 году. Здесь они достаточно уже адаптированы к нашим специальностям и включают в себя такие направления, как маркетинг, социально-культурном сервисе и туризме, экономика, организация туристской фирмы, по профессии повар-кондитер отдельный курс и по направлениям гостиничное дело, поварское и кондитерское дело. Эти курсы включают в себя не только теоретические знания, но различного вида тестирования, различного вида практических задания, которые потом общей итоговой аттестацией могут быть проконтролированы, знания студентов. Электронно-библиотечная система IPR Books тоже приобретен нашим колледжем, пакет СПО, то есть тот необходимый, утвержденный Министерством просвещения набор учебников, учебных пособий, различной дополнительной информации, которые необходимы для студентов наших профилей в колледже. На настоящий момент у нас в колледже 2000 одновременных доступов. Опять же, ребята из наших филиалов, как и студенты головного колледжа, могут пользоваться специализированными учебными пособиями, учебниками для своих специальностей, своих направлений. Также это наша уже местная колледж, электронная библиотека, УФД-библиотека. Здесь собрана коллекция тех книг и тех учебных пособий, учебников, которые в нашей библиотеке есть, в живой библиотеке, в классической, в традиционной. Многие учебников оцифрованы и могут тоже в дистанционном виде ребятами и студентами пользоваться в нашей библиотеке. Большую помощь в организации дистанционного профессионального обучения и образования оказывает молодежное движение WorldSkills Russia. Это официальные представители движения молодежного WorldSkills International, которое организовано и работает, и действует по всему миру. Россия в 2012 году вступила в это движение WorldSkills, и теперь мы активно принимаем в этом участие. Наш колледж с шестью компетенциями представлен в регионе. Мы готовим и участвуем в чемпионатах по компетенции поварское дело, кондитерское дело, администрирование отеля, туризм, ресторанный сервис и хлебопечение. Это достаточно большой объем, достаточно большая нагрузка и на преподавателей, и на наших студентов, которые представляют колледж, и потом представляют регион. И спасибо этому движению, этой организации, что они не бросают нас в такую сложную минуту и помогают образовательными учебными роликами. На сайте WorldSkills Russia выложены ролики по профессиональному обучению, по которым профессиональное образовательное сообщество участвует в движении WorldSkills, соответственно, и по тем компетенциям, которые готовятся в нашем колледже. Также сняты учебные ролики, ролики сняты тренерами и членами сборной России, которые представляют затем наши профессиональные компетенции на чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Например, если зайти по ссылке, которая стоит также на нашем сайте, вы можете зайти и посмотреть компетенции. Здесь представлены компетенции, например, парикмахерское искусство, кондитерское дело, поварское дело, ресторанный сервис и так далее. Их очень много, их более 100 компетенций, поэтому все интересующие вас, возможно, профессиональные компетенции, вы можете пройти и посмотреть. Практически в каждой вкладке ряд роликов, которые по различному элементу, по выполнению какого-то конкретного задания полностью раскрываются и показываются членами сборной России по WorldSkills. Например, специалистами платформы WorldSkills Russia подготовлены онлайн-курсы и обучающие видео. Они подготовлены не только для студентов, которые на сегодняшний день обучаются в колледжах или в техникумах и приобретают определенную профессию. Эти курсы могут быть использованы и школьниками для того, чтобы определить свою профориентационную направленность. Эти курсы могут быть использованы обычными гражданами 50+. Достаточно сейчас современное направление, когда наши граждане возраста 50+, хотят изменить свою профессиональную направленность. Они могут пройти здесь тестирование и пройти обучающие курсы и определиться для себя, нужно ли им это, интересно, и готовы ли они это использовать в дальнейшей своей жизни. Кроме того, на сайте WorldSkills Russia есть платформа Академии WorldSkills, которая позволяет для педагогов пройти обучение по компетенциям, которые им интересны профессионально или которые бы они хотели изменить. Здесь есть несколько видов обучения, в том числе и дистанционные. И многие преподаватели нашего колледжа уже воспользовались этой возможностью, обучились, имеют сертификаты и дипломы обучения по стандартам WorldSkills, по своим компетенциям. И последнее, что я хотела бы сказать. В нашем колледже уже давно запланировано мероприятие «День открытых дверей». Запланировано на конец апреля. В отличие от многих других образовательных организаций, мы решили не отменять «День открытых дверей» и все-таки провести его для наших будущих студентов, для их родителей, но в формате виртуальном. Это будет виртуальная экскурсия по нашему колледжу. В этой экскурсии вы сможете познакомиться с нашей материально-технической базой, с нашими филиалами, с нашими педагогами и посмотреть, какие профессии, какие специальности мы предлагаем вам на следующий учебный год. Приглашаем вас на виртуальную экскурсию в наш колледж. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова